Здравствуйте, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Сегодня мы обсудим основные крипто-новости. Также поговорим о потенциальной прибыли, которую могут дать альткоины в ближайшее время. Там очень большие проценты на самом деле, если они повторят исторические события. Поговорим также о Paypal, eBay, Binance, Mastercard, Dogecoin и об одной криптовалюте, которая может дать неплохие иксы в ближайшее время. Есть ли слухи о ней подтвердятся в ближайшее время? А на закуску обсудим будущее пространства NFT. Прежде чем мы начнем, я бы хотел предупредить всех пользователей MetaMask. Я знаю, таких становится все больше. Мы уже рассматривали график роста юзеров этого кошелька. Их теперь около 5 миллионов в месяц. Поэтому это предупреждение будет актуальнее некуда. MetaMask предупреждает о новом фишинговом боте. Последний фишинговый бот MetaMask просит пользователей указать свою сит-фразу в форме Google Документы, притворяясь порталом официальной поддержки. Будь очень осторожен ссылками, по которым переходишь. И естественно, никуда и нигде не вводи свою сит-фразу. MetaMask никогда не будет спрашивать у тебя твои ключи от кошелька, как и любой другой кошелек, проект или администратор. Слить свою сит-фразу означает потерять свою криптовалюту, причем навсегда. Иногда ко мне приходят письма от тех людей, которые по незнанию раскрыли свою фразу по просьбе якобы официального администратора того или иного ресурса. Конечно же, в такой ситуации я мало чем могу помочь. За все время, что мне писали о таких проблемах, эти люди потеряли десятки тысяч долларов. Поэтому будь крайне осторожен. То же самое касается загрузок непонятных программ из интернета. Это могут быть даже текстовые файлы. Поэтому используй многофакторную защиту и будь предельно внимателен. Возможно, я бы порекомендовал тебе приобрести отдельный телефон или другое устройство, например, ноутбук, который будет использоваться только для хранения криптовалюты, и туда не будет устанавливаться ничего, кроме кошелька. Это особенно актуально для новичков в этом пространстве. У меня есть отдельный телефон и даже ноутбук, на которых кроме кошельков больше ничего нет. Важно не просто инвестировать в криптовалюту, но и заботиться о ее долгосрочном безопасном хранении. Следующая новость касается Доги Коэна и того, что вокруг него творится. Рэпер Мик Милл написал о том, что испытывает синдром упущенной выгоды, и поэтому приобрел Доги Коэнов на сумму 50 тысяч долларов. Средний курс покупки составил 54 цента. Он сказал, что просто устал пропускать такие возможности. Что ж, может он и прав. Доги Коэн вполне может вырасти до одного доллара, но опять же, стоят ли риски этого? А покупать, поддавшись синдрому упущенной выгоды, это быть самым настоящим хомяком. Именно сейчас, как по мне, нужно не покупать, а фиксировать прибыли. Есть куда больше альткоинов, которые еще не установили новый исторический пик. Вот там соотношение риска к потенциальной прибыли для меня намного более привлекательное. Сегодня об одном таком альткоине я тебе расскажу. Кстати, насчет альткоинов. Давай посмотрим один интереснейший график. На нем мы видим рыночную капитализацию альткоинов. Буквально недавно произошло одно важное событие. Можно сказать, мы увидели сигнал, который в последний раз появлялся где-то в конце 2016-го, начале 2017-го. А именно, после длительного медвежьего рынка, рыночная капитализация альткоинов не только восстановилась до уровня вот этого пика, но и преодолела его. В прошлый раз, посмотри сюда, когда это случилось, рыночная капитализация альткоинов выросла на 27600% за 392 дня с момента преодоления крайнего пика. Надеюсь, ты понял, что я хотел тебе объяснить. Сегодня же с этого момента прошло всего 70 дней. То есть, потенциально альткоины могут взрываться еще до середины 2020 года, когда и будет достигнут новый пик рыночной капитализации альткоинов. Я могу сказать, что 27600% конечно огромнейшая прибыль. Но тогда, когда это случилось в прошлый раз, криптопространство было гораздо моложе. Поэтому я думаю, что на этот раз проценты будут немного скромнее. Но очень-очень возможно, что впереди нас ожидает суперцикл альткоинов и куда более мощный импульс, чем мы видели на этом рынке в 2021. В этом году альткоины уже принесли огромные прибыли, но если они повторят вот это движение, как в прошлый раз, то холдеры могут ожидать невероятного прострела на десятки тысяч процентов роста. Такую прибыль можно было бы получить, если войти в один из проектов из топ-100 на CoinMarketCap в самом его начале. Может быть, некоторые проекты с очень маленькой капитализацией могли бы принести такую прибыль. Но в основном это все очень маловероятно в текущем рыночном цикле. Для такой прибыли, скорее всего, нужно было купить монету где-нибудь вот здесь, на дне медвежьего рынка. И держать его до самого пика этого бычьего цикла. Следующая новость очень большая, и она показывает, что ЦВ, ЦБ будут совсем скоро. Ведь даже PayPal изучает возможность выпуска собственного стейблкоина. Кто же им в этом поможет? И вот как раз мы переходим к теме о той самой криптовалюте, которая может неплохо иксануть в ближайшее время. Avalapse. Это команда, которая стоит за блокчейном Avalanche. Она сейчас ведет переговоры с PayPal по поводу разработки стейблкоина. Это очень большие новости для криптовалюты Avalanche. На днях токен Avalanche уже показал неплохой рост, я думаю, в связи с этой новостью. И я думаю, что вся эта новость сама по себе является бычьим флагом для будущего Avalanche. Кстати говоря, я слышал о более мелких проектах, которые строят и интегрируются в Avalanche. Возможно, они тоже имеют какую-то перспективу. Это прямой конкурент Эфириума, и я думаю, у него достаточно высокий потенциал. Так как его капитализация сейчас все еще не очень высокая. Если мы получим подтверждение, что PayPal действительно будет использовать Avalanche для создания стейблкоина, я думаю, его цена должна улететь в небеса и как минимум преодолеть крайний исторический пик в 60 долларов. Поэтому ждем подтверждения. И знаешь что? Я, наверное, все-таки на всякий случай прикуплю этого Avalanche хотя бы на 1000 долларов. Кстати говоря, купить его можно на Binance. Ссылка на Binance будет в описании под видео. Далее тоже очень хорошая новость для принятия криптовалют. eBay исследует варианты для ведения криптоплатежей и торговли NFT. Это тоже что-то очень-очень масштабное для криптовалют и NFT. Если они запустят NFT-аукционы, то скорее всего станут одной из главных платформ. У нас уже есть OpenSea и Rarible, а также множество более мелких проектов, которые предоставляют NFT-аукционы. Пространство NFT, как мы видим, растет очень быстро, даже быстрее, чем мир криптовалюты. Но это только лишь ускоряет принятие. Чем больше людей узнают NFT, тем больше людей открывают для себя крипту, а затем есть шанс, что и купят ее. То, что eBay начинает интегрировать криптовалюту в свою экосистему, имеет смысл. Ведь eBay владеет PayPal. У PayPal отличные успехи в криптовалютном пространстве. Как я и говорил в прошлых видео, если PayPal покажет отличные результаты работы с криптовалютой, то остальные последуют его примеру. Это похоже на цепную реакцию. Кстати, есть слухи, что к концу 2021 PayPal добавит еще несколько криптовалют в свой криптосервис. Это может быть Cardano, Polkadot, Chainlink, DoggyCoin и еще несколько монет из топ-20. Посмотрим, как далеко зайдет PayPal с листингом альткоинов. Но я уверен в том, что те криптовалюты, которые PayPal добавит, будут чувствовать себя еще лучше, чем сейчас. Следующая очень отличная новость. Профессиональные финансовые советники, коим я, кстати говоря, не являюсь, их действия ведут к институциональному сдвигу в сторону криптовалютного принятия. Чем больше крупных компаний и банковских учреждений заходят в криптовалютное пространство, тем увереннее становятся финансовые советники и активнее начинают советовать своим клиентам инвестиции в криптовалюты. Это очень-очень хорошо. Я не верю, что с подобным уровнем принятия следующий медвежий рынок будет таким же брутальным, как в прошлый раз. Даже если медведи займут свое место, это будет не так ужасно, как в прошлом. Возможно, с увеличением количества рекомендаций от финансовых советников это станет своеобразным стандартом, чтобы в портфеле институционального игрока был как минимум небольшой процент в криптовалюте. Люди будут усреднять свои позиции и вкладывать небольшую часть своего капитала в криптовалюту в качестве долгосрочной инвестиции. Чем больше людей будет так делать, тем меньше предложения останется на рынке. По мере роста всего рынка, его участники будут все больше усреднять и переливать долларовые резервы в другие криптовалюты. Все это прекрасно повлияет на общий рост и развитие криптопространства. По слухам, которые были ранее в этом году, такие компании, как Мастеркард, Виза и подобные, уже заходят в криптопространство и планируют предоставлять свои криптовалютные сервисы. Вот, например, вчерашняя новость о том, что Мастеркард добавил 6 блокчейн-платежных стартапов. У меня лично складывается впечатление, что Мастеркард хочет немного ускорить развитие в этой тематике и уже, наконец-таки, предоставлять криптосервисы для своих клиентов. Что ж, посмотрим, кто выиграет в этой криптогонке. Виза или Мастеркард, а может быть, услуги какой-то другой компании будут лучше. Не забываем и то, что JP Morgan и Morgan Stanley тоже обещали зайти в криптопространство к концу 2021-го. Эти компании хотят полноценно оценить спрос со стороны своих клиентов на криптовалюту, прежде чем запустить свои криптосервисы. Если или, может быть, даже когда они запустят свои криптосервисы, это приведет к большей доступности криптовалют для инвесторов и, скорее всего, продлит этот буллран. Интересное выражение от главы Бинанса. Биткоин менее волатилен, чем акции Apple и Tesla. Я полностью с ним согласен. Сейчас биткоин и эфир для меня что-то вроде пенсионного фонда на старость, в то время как другие монеты я использую для текущего заработка, например, для увеличения биткоин-баланса. Но я всегда нахожусь в поиске долгосрочных инвестиций в проекты, которые будут актуальны 5-10 лет и будут в будущем большим и надежным продуктом. Конечно же, кроме моих экспериментов с малоразмерными криптовалютами, большая часть моего портфеля находится в топ-20 криптовалют. И, наконец, продолжение темы об NFT. Леброн Джейсон может побить рекорды NBA Top Shots по продажам NFT. У Top Shots просто безумный рекорд, они продали NFT более чем на 230 миллионов долларов. Леброн вполне способен перебить этот рекорд. На данный момент самая высокая цена за один NFT все еще принадлежит картине Бипла, которая ушла на аукционе за 69 миллионов долларов. Я сейчас плотно изучаю пространство NFT и не исключено, что я тоже сделаю собственные NFT, коллекционные карточки и прочие предметы. Не ради заработка или потенциальной прибыли, которая, скорее всего, будет не очень большой. Мне просто интересно самому попробовать все это в качестве создателя. Мне кажется, это будет интересным опытом. Не каждый человек может разобраться в ценности NFT. Я знаю случаи, когда человек просто делает скриншот и говорит, что он теперь владеет NFT. Но это работает иначе. Учтите, что спрос и невероятный дефицит определенных NFT очень сильно влияют на цену этого NFT. Конечно же, множество подобных токенов будут просто бесполезны. Все зависит от того, кто их делает и какую информацию они несут. Тем не менее, я все равно считаю NFT чем-то полезным, ведь сейчас в это пространство приходит множество знаменитостей, музыкантов, спортсменов и так далее. Все это влияет на принятие криптовалюты в целом. Ну а что еще нужно такому инвестору в криптовалюты, как я? Принятие равно поток инвестиций в это пространство. Равно мои любимые проценты прибыли. Ну красота же, не так ли? На этом все. Меня зовут Богатейщий Ди. Если видео было тебе интересным, не забудь поставить лайк. Так я черпаю мотивацию для создания новых видео. А каналу это очень-очень помогает расти. Нас уже скоро 140 тысяч. Большое спасибо за такую дикую поддержку. Меня зовут Богатейщий Ди. Подписывайся на канал, телеграм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Комментируй, делись видео с друзьями. Обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok